Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Это записи ведем под названием «Житие святых во свете Библии». Чтобы люди видели открытым оком, что соответствует священному писанию Библии, а что нет, чему можно подражать. Вопрос 2011. Почему и в России тысячу лет делали основной упор на принятие монашества, на жизнь в кельях и без страха смотрели на искажение Библии? Это мне, которые вопросы были, а дальше я отвечаю. Ответ. Потому что на полном серьезе считали, что это все было сказано повелено Богом, никак не ниже, Христом. Они же себя называли невестой Христовой. Девство, бисер магоценный, свой чин ангельским, и ни одного слова нет из Библии. Все это выдумки, вымыслы человеческие. Тут все как о детских игр осталось, потому что о них пишется, что они в детстве не любили играть в детские игры. Еще урались игр. Теперь многие доигрывали, впадая в детство или в старчество. Уже не детские игры, а дедские игры. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Ну кто из монахов это знал? Скажут, так я молюсь, а толк-то какой? Вот молитва день и ночь. Ухо-то отклоняете от слушания закона. И мерзость, одна мерзость и идет. Молиться о чем не знаете? В сердце монахов много места для молитвы, но не просвета для молитвы, а о том, чтобы ухо их не отвращалось от слышания Библии. А тогда и молитва из чего стоит? Из сердца оказались махоньки, не расширены любовью к Слову Божию, то есть их Богу. 2 Коринфянам 6.13. В равное возмездие говорю, как детям, не распространитесь и вы, расширьте сердца. Понастроили только в России до революции 1275 монастырей и 57 тысяч храмов. Сколько в Израиле было жертвенников? Столько у русских храмов. Но так и не помогают эти храмы не хромать. Но ковыляют от исповеди до исповеди, ничуть не прилагаясь сердцем к Слову и ко Христу. Осия 8.11. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. Все эти монастыри, ну может быть, как Игнатий Бринчанинов говорит, едва ли четыре монастыря, у которых там теплится жизнь. Монашество кончилось, он говорил, Игнатий Бринчанинов-то. Остались одни актеры, а актер ничего не сделает. Все, что хотя бы и полностью было из Писания, но если не совпадало с монашеством, это для монахов заранее решенное, что оно бесовское. Они не меньше рассуждали, это бесовское. А я вот смотрю, по слову Божию, у них это бесовское-то было все, и видение, и эти, потому что вопреки Слову Божию, не иначе как бесовское это могло быть, это сатана ими крутил. Все, что хотя бы полностью было, если не идут на призыв Христа идти к волкам, значит, это Слово Христово не достигло их, они еще глухи и мертвы. Арсений Великий, 8 мая. Один старец спросил об Арсении, как мне быть честной очи? Я никак не могу отстать от той мысли, что я стар, и потому не могу ни поститься, ни трудиться подвигами иноческими по причине старости. Поэтому мне кажется, что следует идти и посещать больных, так как это дело любви христианской. Но вот нормальный, неповрежденный умом человек что ответит? Это обращается к самому умному в двух империях. Он в духовном плане и в мирском равных не имел. И что он отвечает? Но он соприкоснулся с монашеством, оно все в нем пережгло. У него сейчас ни от мирского, ни от Библии ничего не осталось. Он ему отвечает, преподобный же, разумев, что это было бесовское искушение. Значит, идти помогать больным, немощным, это бесовское искушение. Это мозговые-то полностью спеклись. А сегодня это надо было бы 10 лет по мобильному телефону день и ночь говорить, чтобы мозги такие были. Сказал старцу тому, ешь, пей, спи, но только не выходи из кельи своей. То есть ешь и пей, спи, больше ничего не делай. Вот как они ценили монашество, монастыри. Это не извращение, это не помешательство ума, это одержимость бесовская. И они везде бесы, бесы, бесы. Вор кричит, держи вора. Как во свете Библии, повторяю, кто со мной не согласен, вызовите меня в Синод. Создавьте цензоров. Это книги. Это восьмой том открытым оком. А впереди, которые были, седьмой том открытым оком. Я монашествами, то есть занимался всеми уставами. Жития святых начитывал, они у меня на сайте стоят. Составлял симфонии. Но я Библию знаю. Я с Библией 51 год неразлучный. Так сказал преподобный потому, что знал, что иноку, выходящему из своей кельи и приближающимися к мирским селениям, предстоят многие соблазны и искушения врага. Да и вообще не следует выходить без уважительной причины из монастыря тому, кто умер для мира. Подобно тому, как мертвец не выходит из гроба своего. Павел не был монахом. Ходил среди людей и говорит, я умер для мира, умер. Монашество именно там. Они крещение ни во что ставят. А это как второе крещение. Они доигрывают. В детстве они не любили играть. А сейчас напринимали таких табакуров, блудников, которые всю жизнь прожили в разврате. А от этих вообще нечего спрашивать. Посмотришь, у них пальцы-то желтые, прокуренные. Монах же, выходящий по своей воле из монастыря, поистине делается мертвым, потому что умирает душою. Все, что за монастырем, где поприще Христом оставлено, накормили, напоили, посетили в вузах, это все бесовское для них. Это враги Христовы. Это только Антихрист будет такое говорить. Все, что касается служения в мире, это все бесовское для монахов. Мы рассуждаем, кто это такие. Кто это придумал-то? И по сегодняшний день монастыри, 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 храмы, храмы, храмы. Христа-то нет нигде. Много обрядности, много ритуала и совсем нет Христа. Григорий Амирицкий, 19 декабря. И вот святой апостол Петр, имея в правой руке ключ, вышел из небесных дверей, направился к нему с великой славой и сияющим лицом, и сказал, глядя на него светлым взором, я пришел сюда, чадо Григория, по милости Господней. Прежде же этого с прочими апостолами я был в Награни, Амирицком городе, предстоя страждущим за Господа нашего Иисуса Христа, Адунаана, Жидовина, и укрепляя каждого из них в благочестии. Это не заказать ничего нельзя. Это все видения. То есть сказки. И пели многолетие по три раза. Потом все возносили Григорию, святейшему архиепископу, нашему наставнику и учителю, мирное, здравое и многое лето всему христианскому воинству, и всем верующим людям многое лето христианскому воинству. Везде вели захватические войны. Сотни тысяч убитых, как сейчас, за власть и воинство ее. И это Петру прилагает, ну как же, видели Петр, а видели ли его, говорил ли он это. Но вот это написал Дмитрий Ростовский чудотворец, это на его совести. Все. Он сидел и писал, и выдумывал, как Беляев, человек-амфибия, наздря там какая, а это она, или сбой царь Ефиовский, избрав из Ефиовского войска 15 тысяч храбрых мужей, оставил их новому царю для помощи и защиты царства. И возвратился в Ефиопию. Здесь, спустя немного времени, оставив свое земное царство, он удалился в пустыню, где близ одного монастыря затворился в темной келье и не выходил из нее до самой смерти, принимая пищу через окно от живущих там монахов. И еще долго, пожив суровую жизнью подвижника, отошел в царство небесное. То есть царство оставил на произвол. Вот сегодня Турчинов там показывает, вот сектант, еретик там какой он есть, а он наоборот в мир лезет. Ну вот война, то вы что? Это не христианское дело-то. А так-то верующий-то у власти-то, это сколько он добра может сделать? Какие законы мудрые принять? Макарий Александрийский, 19 января. Что мне делать, Ава Макарий? Ибо меня осаждают помышления, говорящие, ты ничего здесь не делаешь, уходи отсюда. То есть если такие вот помышления идут, уходи из монастыря, работать иди. Святой отец Макарий отвечал ему, скажи и ты своим помышлениям, я стерегусь и стены ради Христа. Да разве про стены Бог спросит? Накормил, напоил, посетил, боляного вузов. Это вообще не касается. Яна Затауса спросили, что важнее, храмы строить или пойти бедным? Он говорит, делайте то, что на суде Божьем спросится. Про храмы, про монашество Бог не спросит. Это после каждого вопроса. Я в книге стихи стоят, но я тут проматываю. Вопрос 2012. Господь дал заповедь наполнять землю, расселяться на ней. А брешь себя сидеть в скрытном месте, разве это не вопреки природе и требованиям организма? И по велению Христа идти до края вселенной с проповедью о его спасении? Ответ. Про возгласивое иночество, затворничество и молчальничество, вершины в деле спасения, шли к этой цели, подминая все требования Писания, Божьей правды, естественно, безгрешных нужд организма. Это все-таки мелочи перед величием затвора и молчальничества. Сиди и карауль стены. Слыша это, вы так и не поймете, что нам на Русь принесли не евангельскую веру, а монашескую выдумку. Царство попов и маиноков, а не царство Христово. С этим мы и сегодня у реки Вавилонской сидим. И пусть враги у нас не требуют песни, о которых мы и представления не имеем. Что это за песни Сиона? Песни Сиона это песни свободных, а не рабов. Вот это песни. Вы возьмите там песни Возрождения, ну, я ссылаюсь на то, там, не православное, которое, я не знаю, это в аптесты издали, видимо. Какие слова, какие мотивы подбирают. Вот зайдите, там, караоке, там, ты просто сам можешь петь, одна музыка идет. Гори огонь, гори, гори, всегда гори. Воспоминай с тобой холодные сердца. Да разве монах будет об этом воспламенять? Наоборот, там нужно гнилушка вместо сердца-то. Чуть не так решили отравить Аву. Так это не у него одного, а сколько только. Ну, упомянуто в житиях тысячная доля. Уж нельзя было никак. Это уж должно отдать Дмитрию Ростовскому, что проскользнул. Авторство, ресензора-то никакого не было. Цензора. Песни Сиона это песни свободных, а не рабов. Мы же в русской православной церкви никогда не были свободны. Все было с первого дня подмято под костлявую руку монашества, лишенного радости семейной и природной жизни. Они из-за этих слов будут лютовать и анафиматствовать меня. Но что до того, лишь бы люди полюбили Библию и Христа. Это я уже с ними разговариваю, как бы. Что интересно, когда я в личном общении встречаюсь с монахами, они ничего возразить не могут. Ну ведь это же не мы установили. Ну что ж-то не вы установили. Ну не вы наркотики ввели. Но они распространяются еще теперь. Ну не мы же это сделали. Как это рассуждает-то? Говорит ему в третий раз, Симонионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Если ты любишь Господа, то в ответ паси. Агнется, паси овец. Ни одному монаху этого Бог не сказал. Да какой это Бог-то? А Бог вчера, Христос в веки тоже. Паси овец моих. Ты любишь меня? Паси овец. А как сидеть затворничать? Паси. Это значит научай. Вводи его по священному писанию. Вводи жизнь. Проповедуй. Оставь учеников своих. Оттого, любишь ли ты пасти овец христовых или нет, будет на суде Божьим ответ. Любил ли человек Христа? Не оттого, сколько дней ты не ел, ставя рекорды иноческих подвигов с бисером девства. Сколько лет человеческого лица не видал, но пас ли Агнцев? И три раза спросил Спасителя. Это так опечалило Петра. А если бы сидели рядом все монахи, что были от Первого и до Антихристова, то на эти слова Христа за тысячелетия сказано им миллионы раз. А печалили, если бы они так не поздно ли раскаяться в прошлых и в нынешних затворах и распустить монастыри на дело проповеди. Монастыри нужны. Некоторые говорят, я против монастырей. Зачем говорить это? Я против монастырей. Смотрите. Я за монастыри нужны. Ну, посмотрите. Я говорю и отвечаю за это. Монастыри нужны. 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 Хорошо быть неженатым. Но не нужно связывать никого ни одним обетом. Просто жить в братстве Христовой любви. А если кто-то надумает жениться, то с миром его отпустить и благоскловить. Пусть идет и избирает путь семейной, радостной и скорбной жизни. А не разжигается со своей красотой, разрушая себя и соблазняясь. Столетия. Я специально говорю, монастыри нужны. 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 Это по радио, когда говорят, это все жиды захватили. Жиды. Они картавят, не могут. И вот я не знаю, кто-то выступал и говорит, ну, я русский, я не жид. Ну, слушайте, р-р-р. Я на вас рычу. Ну, резво говорю, ребята. Ну, поверьте, я не жид, не врей, я русский. Юмор есть. Я говорю, монастыри нужны для того, чтобы готовить миссионеров. Никаких обетов не надо. И те, которые старые будут, их, чтобы докармливали молодые, неженатые люди, заботятся о Господнем, как угодить Господу. А если кто-то надумает жениться, то с миром его отпустить и благословить. Пусть идет и избирает путь семейной, радостной и скорбной жизни. Павел говорит, мне вас жаль, будете иметь скорби. Серафим Саровский, 2 января. Вот, жития святых, допустим, апостол Петр Павел, в книге 18 страниц. 18, это очень много. Там Мария Магдалина, Василий Новый, там бывает даже до 30 страниц, страниц. Ясное дело, что там выдумки полно. Но вот Серафим Саровский, 51 страница, книга целая. Его они думали канонизировать. Это царь приехал и сказал, канонизировать. Ну и все. А до этого ни один архиерей в России не проголосовал за канонизацию. Это выдуманный святой, нарочничный. Но он есть, и я его признаю, каждый день ему молюсь. Отец Серафим приказал тебе сказать, стыдно тебе столько лет сидевший в затворе побеждать такими вражескими помыслами, чтобы оставить свое место. Никуда не ходи. Пресвятая Богородица велит тебе здесь оставаться. Вот какой авторитет. Она пришла, расписалась, печать поставила и молва о святой жизни Серафима в то время распространилась уже по всей России. Это обман. Его никто не знал. Это все накрутили. Хотите проверить, читайте Пушкина. Пушкин знал о Пугачеве и все. Так он такой был Пушкин. Его современника возьмите, Крылова, Гоголя. Ну хоть одно-то слово было бы о Серафиме. Вся Россия о нем знала. Знала. А что же никто не говорит-то? Вопрос 2013. Когда не знаешь объяснения того, что делается в алтаре, то думаешь, что назначение всего тамошнего чисто небесное. А когда узнал о репидах, о воздухах, то оказывается, что первичное назначение этого махания, которое сегодня с таким благоговением двое церковных служителей производят над престолом, самое прозаическое, чтобы отогнать мух и других насекомых, чтобы они не попали в чашу потир? Кто придумывал форму для монахов и чем это было вызвано? Такие большие вопросы мне поступали. Ответ. Перекопировали очень многое из Ветхого Завета, но поставили свои знаки, крестники, и думали, что великое и новое что-то сделали. Так Константин император на обогренных кровью языческих знаменах поставил кресты, и теперь уже его победы все были во славу Иисуса, запретившего убивать. И клялись теперь уже на Евангелии, в котором павильона никогда не клясться. Вот только одно событие о головном уборе. Никифор, 13 марта. Преемник Михаилов, Феофил, приказал бить его по щекам. Челюсть его была разбита до того, что безобразный шрам, как печать мученичества, остался на всю жизнь на его лице. Для прикрытия его, Мефодий, будучи патриархом, разрезал концы клобука и обвязывал ими челюсть. Из уважения к исповеднику, все иноки с того времени стали носить клобук с разрезами. И Божья Матерь явилась и называет его Святейший. Петр явился Святейший Патриарх. Ни Божья Матерь, ни Бог Святейшим не называется. Слово Святейший два раза только в Библии. Назидая на Святейшей Вере Ваше Иуда пишет. И в Ветхом Завете написано Святейший Храм у Маковейских. Святейший назван был Храм. Далее. Вопрос 2014. О монашестве у меня было самое возвышенное мнение. Я вполне могла стать монашкой. Меня даже влекло к тому и местные яромонахи речь о том вели, чтобы угоднее всего Богу посвятить себя целиком. А это возможно только в монашестве. А тут вот вы стали говорить, что монашество учреждение не евангельское, измыслено по человеческим замыслам. Не ошибаетесь ли вы? Кто-то еще так понимает, как говорите или это все ваши собственные наработки? Ваше собственное мнение, есть ли у вас единомышленники в понимании монашеского вопроса? Ответ. Иоанн Златоуз говорит, что если даже вы все уйдете из церкви из-за моих обличений, я останусь непоколебим. Мне не нужно искать соратников из людей, разделяющих мое мнение. Мне это совершенно не было необходимым, потому что у меня есть Святая Библия. Псалом 94 стих. Переми своими осенит тебя, и под крыльями будешь безопасен, считай ограждение истина его. Наши соратники не только живые люди, не только те, кто рядом сидит, но и те, кто в соседнем доме, в соседней стране, или в соседнем потустороннем мире, и в книгах из прошлых столетий. Лука 28. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы. Приведу выдержки из книг, которые сегодня издаются, перепечатываются с книг прошлых столетий. Это официальные книги, синодальные, писали патриоты монашества. Но в этих книгах столько промелькнет иногда, что только оглянешься, да не в одном экземпляре специально для меня они изданы, чтобы потом для других можно было это опубликовать. Приведу лишь название книг и малые выдержки из них. Вот древние иноческие уставы. Высота книги 25,5 сантиметров. Пахомия Великого, Святого Василия Великого, это иноческие уставы, Праньяна Касьяна и прочих, Венедикта, собранный епископом Феофаном, издание афонского русского Пантелеимона монастыря. Москва типа литографии Ефимова, Большая Екиманка, дом Смирновой, 1892 год, от Московского Духовно-цензурного комитета печать дозволяется. Москва, 31 октября 1891 года, Центр Протерейс Семен Вишняков, паломник Благовест, Рига, 1995 год, 6000 экземпляров, 666 страниц. Проща от корки до корки эту книгу, мало в ней найдешь божественного, но все основано на будрости человеческой, не опирающейся на Библию. Создатель подлинно унифицированного устава, потом принято и в русских монастырях, Пахомий Великий ничего лучше не смог в оправдании божественности своего устава представить, как единственное, только якобы бывшее ему откровение некоего ангела, который на дощечке дал ему этот устав. Поскольку часов спать, как возводить по степеням совершенствования новоначальных иноков, нет уже ни Пахомия, ни ангела того, ни дощечки, а авторитетность устава посчиталась с тех пор полторы тысячи лет. Так чем же милуши Джозефа Смита, основавшая секту мормонов, он же точно так же ссылается на ангела, даровавший ему книгу на золотых листах, а потом эту книгу где-то зарыли, да так и не нашли. И Махмуд Магомед Мухаммед, основатель мусульманства, точно так же получает с неба Куран-Коран, и Джабраил Гавриэл получается теперь ответчик за создание ваххабитизма и прочих головорезов и берет по свою охрану и оправдывает их, готовящих вдов-смертниц. В самом начале вступительной статьи пишут, страница 11-я. Пахомий был египтянин, по некоим видениям во сне, исполнившим сердце его пламенным лечением к пребыванию с единым Богом, удалился в пустыню к известному в той местности отшельнику Паламону. Он видел во сне роса с неба шедшая, наполнила десницу его, и Августев в руке, в правой руке, притворилась в мед, причем был к нему глаз, разумеешь, что видишь, сей есть знамение благодати, тебе даваемое от Христа Бога. Тут ничего про монашество нету. Может, так и было. Даже если признать, что сон от Бога, что голос был истинный от Бога, то почему же толкование такое, что нужно исти вопреки прямых указаний Христа, от имени которого голос и видение. Господь говорит в Марк 16,15 Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Деяние 1,8 Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, в Осее, Иудее, Самарии и даже до края земли. Если эти монахи были в Духе Святом, почему они другое получают? Уходите от людей и пряжьтесь. Тут понятно, что это другой ангел с маленькой буквы был. Евреям 13,8 Иисус Христов вчера сегодня и во веки тот же. 2 Тимопея 2,13 Если мы неверны, он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Иеремия 23,28,32 Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно, что общего у Мекина с чистым зерном, говорит Господь. Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком и говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, Тогда как я не посылал их и не повелевал им, а они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Да это же про монахов в шестую. Бог их не посылал. И один обман и заблуждение непрерывное. Я-то с ними все время встречаюсь. Встречаюсь. И то, что я проповедую, их озлобленность не имеет предела. На любую ложь идут, на любую пакость. Епископы, это тоже монахи. Я веду занятия в университете. Они составляют бумагу, чтобы меня оттуда выбросили. Но ректор не пошел на это и встегне Владимир Васильевич. А Семкин, Борис Васильевич, пришел и показал все. И говорит, зачем они это делают? И аудитория свободная, путь занимают. И они сразу отхлынули назад. Кроме того, если Пахомий был христианин и был верующий Слову Божию, то не мог же он не считать этих грозных слов апостола Павла. Двоеточие. 1 Коринфянам 16, 22. Кто не любит Господа Иисуса Христа? Анафема. Маранафа. Если любите меня, соблюдите мои слова. Господь говорит, слова, заповеди. Галатам 1, 8, 9. Но если бы даже мы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. А они совсем не то благовествуют. Они не благовествуют. К ним это даже не относится. Но они тоже подгодят под благовествие. В Библии всего только трижды произносится это страшное слово анафема. Этот смертельный для верующих херем. Еврейское отлучение. Обречение на заклание. Я не настаиваю, что в житиях правильно написано о жизни Пахомия и этого его видения. Но не могу и не верить. Потому что верить им же, этим писателям житей, это все же самый безопасный путь. Так как других источников об этой личности и о других у нас вообще нет. Тут дело-то еще и в том, что слепота православная, повторяюсь, слепота православная, не позволяет вообще ничего рассматривать во свете Библии. Они безоглядно верят всему, где угодно написанному. Особенно если на книге есть крестик. До благословения даже самого неизвестного им батюшки. Но если это издание монастыря, то оно уже превышено личного разума и бывшего от века. Библия, святая Библия, это участь впавших в баптизм. Участь впавших в монашество верить снам и голосам. Не проверяя, чьи это голоса. Лишь бы они подтверждали, что монашество это фундамент. И самый надежный путь попасть на небо. Но когда я стал подробно сравнивать написанное в житиях со словом Божьим, то вдруг приверженцы всего, кроме написанного в Библии, они буквально завопили. Да что вы берете за основу Дмитрия Ростовского? Откуда мы было знать, что говорили эти святые в 4 веке? Берете Феофана Затворника, Митрополита, Филарета, Макария. Они могли ошибиться. И не так написать про то, чего очевидцами они никогда не могли быть. Сочиняли в своих затворах и кельях. Может на самом деле эти святые этого не говорили, а вы их не спровергаете. Вдруг все перевернулось. Я оказался приверженцем истинности написанного в житиях, что так оно и было, как в них написано. Но что так эти святые не должны были делать, вот что я говорю. А эти патриоты вдруг скатились до отрицания истинности написанного у Дмитрия Ростовского. Им лишь бы сохранить в почете того святого, кому они столько лет свечки ставили. Достойно сие горьких и плачевных воплей. Но мы знаем также, что под видом ангела может предстать рогатый черт. 2 Коринфянам 11.14 И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Монахами бес свертел, как хотел, что отражено в житиях Исаакия, Печерского, Никиты, Василия, Симеона, Столпника и других. Самому же Пахомию дьявол непрестанно докучал. Приходил то в виде Христа, то в собственном виде и вел долгие беседы с этим отшельником. Он, написано уже, имел опыт и распознавал, что это подделка, не настоящий ангел. Опять же, откуда мне знать, когда Пахомию распознавал демона, а когда не мог распознать. И еще, когда Пахомию было явлено явление ангела с дощечкой, на которой был устав его монастыря, у него вообще не было никакого опыта. И он принял этого явившегося и мог выполнить роль контактера. Может быть и крепко сомневаясь, потому что он быстро пришел к своему наставнику, Паламону, и рассказал ему об этом явлении. Страница 17. «Я беру извиночки с их уставов». Возвратившись, все рассказал ему и спросил его сходить вместе с ним на то место, где Бог такую к нему явил милость. Паламон, видя в этом прямое указание Божие, возблагодарил Бога за такое благоволение к ученику своему и охотно согласился исполнить его желание. Пришедший на место, они построили там вместе небольшую келью и призвали Божие на него благословения. Паламон пробыл там несколько времени. Наконец сказал, я пойду в свою келью. Только положим завет между собой и не покидать друг друга в жизни сей. Пахомис радостно сед согласился и был верным исполнителем этого завета до самой смерти старца, которая, впрочем, не замедлила. Можно сделать предположение, что Паламону таких явлений не было за всю его отшельническую долгую жизнь. Но он их очень уж хотел зреть, потому что подвижники живут постоянно во мнении, что они угодники Божии. Им эти явления Бог чаще показывает, чем поселянам, которые их кормят в этих пещерках. Но не сподобился. И когда Пахомис возвестил о явлении кого-то, кого он назвал ангелом, он, несмотря на смертельную болезнь и старческую немощь, отправился в путь, чтобы убедиться в явлении. Хотя и не лично ему, но зато не чьему-то, а его ученику. Тут все как в явлении Фатимской Богоматери, в кавычках, у католиков в Португалии. Явление строго привязано только к одному дереву, к одной пещере, к одному кусту. Дьявол всегда привязан или к дощечке, как гласит житей Илариона Великого и других, или к месту в горах. Божий ангел не привязан к месту. Он может явиться у дуба, на горе Хариви, на горе Мариа, на пути в пустыню, у куста или в виде врагов, как Иисусу на вину. Привязка к одному месту говорит о подозрительности явления. И когда более опытный Паламон пробыл там уже довольно времени, а дух сеть так и не показался более, он понял, что может тут и умереть в той вновь построенной для него келье. И ушел умирать на свое обжитое место. Страница 14. Предстал ему ангел в одежде великого иноческого образа, в схеме, и вручил ему медную доску, на которой были начертаны правила иноческого жития, для имевших поступить под его руководство. Внизу страниц даются пояснения, расшифровка. Вот они, Палладий в Лавсайке, глава 34 пишет. «Однажды, когда он сидел в своей пещере, явился к нему ангел Господний и сказал, «Пахомий, ты сделал свое дело, потому теперь не должно тебе оставаться в этой пещере». О явлении ангела в пещере говорит Дионисий Малый, переведенном имя с греческого, которое составил неизвестно кто. Страница 17. «Дав такой устав, и тем исполнив свое служение, ангел удалился». Страница 31. «Ангел сказал, Богу угодно, чтобы от сели ты принимал приходящих братьев и приводил их к нему путем строгого подвижческого жития. Повторив это трижды, ангел отошел». Во славу Божию. Аминь.